Газопровод «Северный поток-2» будет достроен через несколько дней и начнет работать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга. Компания-оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. Была следующая новость с пометкой «Срочно на информационных лентах». 6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток-2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах, сказано в сообщении компании. Правда, все это никак на момент написания данного текста не повлияло на цены на голубое топливо в Европе. Они продолжают бить рекорды – уже почти 659 долларов за тысячу кубических метров. И это, заметим, еще просят за газ без молекул свободы. Странно, и почему дотошным бюргерам вдруг резко стало на это плевать, как и на слова президента Зеленского, кто сказал в США, что российский газ – самый грязный. Может, потому что зима близко, а подземные хранилища Евросоюза упорно не заполнены до нормы. Ну и плюс «Газпром» в этот раз не захотел играть в интересную игру, кто больше скажет гадостей про Россию, и не стал резко качать дополнительные объемы через украинскую или польскую трубы. В Варшаве и Киеве, кстати, говорят, обиделись, потому что одно дело обзывать Путина, а другое наказывать за это рублем, вернее, простите, долларом. Впрочем, не это самое важное. Мы уже сказали, что лето пролетело, кто-то даже на рояле толком поиграть не успел. И вот тут на удивление немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия проигнорирует решение Дюссельдорфского суда в отношении Северного потока-2, если в Европе будет холодная зима. Цитируем. «Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа. Кроме того, есть опасность, что морально и физически устаревшая, об этом сами немцы официально говорят, украинская ГТС, та сбой. И тогда оба северных потока, первый и второй, станут для Европы спасение». Хотя не будем скрывать, в морозоустойчивом Брюсселе продолжают заявлять, что никакой Путин их не остановит. И к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика. Евросоюз надеется, что это поменяет расклад на международной арене. И что тут сказать, идея-то, конечно, хорошая, даже несмотря на то, как Германия, рассказывая про водородные перспективы Украины, строит себе трубу за трубой из России и закачивает все больше и больше путинского газа. До 2046 года надо дожить, например, хотя бы пережив отопительный сезон 2021-2022 годов. И тут есть сложности, правда, не у Берлина. И вот уже бывший депутат Верховной Рады, генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль говорит крайне интересные вещи. Если Украине не удастся договориться с Россией о поставках газа, напомним самого грязного в мире, мы же не допускаем, что президент Зеленский ошибся в Вашингтоне или, хуже того, специально говорил неправду. Киев будет вынужден переходить на дрова и солому. Позиция власти должна быть другой. Газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, сено и уголь, которого тоже нет, заявил Москаль в эфире телеканала «Наш». Он убежден, что Киеву необходимо признать невозможность покупать газ из других стран. Хотя, а как же тот самый Реверс или Роттердам Плюс, говорят, господин Ахметов и господин Порошенко были очень довольны. А простые украинцы, а они есть подозрения, скоро нам все расскажут и заодно себе. И кажется, это далеко не конец истории.